Избавиться от коронавируса и лечить последствия лечения. История не такая уж редкая, для Ирины актуальна до сих пор. Ковид-19 у нее проявился небольшой температурой, а остальной букет подарил антибиотик. Меня начало тошнить. Я вся бледная ходила. Потом у меня заболел жутко живот. Меня и тошнило, и у меня были жуткие расстройства пищеварения. По-моему, убили все, что можно. Не знаю, как насчет вируса, но здоровье, которое было, оно очень подорвано. По словам врачей, диарея лишь один из вариантов. Индивидуальная передозировка или непереносимость может вылиться в обострение хронического гастрита, колита, в аллергию, чаще всего это крапивница. Но если эти реакции организма вынуждены, то употребление антибиотиков для профилактики коронавируса бьет логику медиков на повал. Хотя бы потому, что предотвращение не спасает, а лишь усугубляет течение ковида. Мы должны его вылечить, это его основное заболевание, и купировать вот эти вещи, которые возникли в процессе бесконтрольного приема антибиотика. Увеличивается длительность выздоровления. Месяц, месяц и неделя это от коронавируса и плюс, наверное, месяц. Где-то дней 14, 10, 14, 21 плюс-минус идет лечение вот этих осложнений. За осенью у Светланы Ломжина уже с десяток таких пациентов-перестраховщиков. Одному даже пришлось приводить в норму сердечный ритм. Но эти последствия все еще можно обратить, в отличие от других. Самое страшное, что может произойти, это формирование у микроорганизма, формирование резистентности. То есть формируется в этом человеке такой тип микроорганизмов, на которые никакие уже антибиотики не действуют. И, к сожалению, этими микроорганизмами он может поделиться с окружающими. Другими словами, ослабленный иммунитет не справляется с вирусом, а подорванная антибиотиками среда способствует мутации без того новой инфекции. И носитель делится с людьми уже обновленным вирусом, стойким к препаратам. Эксперты объясняют, чтобы этого не допустить, в схемах лечения COVID-19 антибиотикам даны короткие сроки, если не злоупотреблять. Но решать это должен только врач. Иначе, по прогнозам главного микробиолога Минздрава России Романа Козлова, в 2050 году от резистентности к антибиотикам умирать будут чаще, чем от рака. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.